Добрый день, уважаемые коллеги! Как всегда, хотелось сказать, что я рад Вас видеть, но не вижу. Но такая вот действительность, она, конечно, напрягает, потому что я привык ориентироваться на лица слушателей, которыми я что-то докладываю, как-то реагировать на эти изменения в их лицах. А так у нас односторонняя, получается, связь. Ну, хорошо, что хотя бы Вы меня видите. О чем пойдет речь? Для того, чтобы убить врага, надо его хотя бы знать. Я буду говорить о ишемической болезни сердца и о ее острых проявлениях. Несколько лет тому назад провели фундаментальный труд, у меня очень по душе, это титанический труд был, потому что надо было организаторам договориться со многими музеями, где есть мумии. И эти мумии надо было выпросить, чтобы провести им компьютерную томографию и посмотреть, был у них атеросклероз или нет. По присутствию кальциноза в сосудах. Вот они это сделали. Вот такие они получили картинки. Видите, атеросклероз у них был. Вот кальциноз разных зон артерии. Вот сердце, основная ветвь, ствол, сосуды, ног, брюшной, полости, аорты, опять сердце. Ну вот так выглядело все это перемещение на КТ. Ну и вот что они увидели. 47 мумий с признаками атеросклероза, 34%. У 25 были явными, у 22 слабыми. Мумии были из разных стран, это не только Египет. Перу, Алиотские острова были представлены мумиями. В общем-то у всех регионов зафиксировали атеросклероз. У 29 из 76 египетских мумий, у 13 из 51 имперуанских мумий. Сканирование показало, что средний возраст людей с признаками атеросклероза составлял 43 года. А без признаков склероза 32 года. Наше представление о том, что атеросклероз это болезнь цивилизации, наверное, преувеличено. Вот видите, достаточно молодые люди, 43 года. Причем вы понимаете, что это уже кальцинос. А атеросклероз у них был еще до этого 5, а может и 10 лет до этого. То есть болели достаточно рано. Но они умирали непонятно от чего. Для тогдашних врачей, по крайней мере. Современные исследования тоже показывают, что много чего зависит от уровня липопротеидов невысокой плотности. И возраст, в котором определяются эти атеросклеротические повреждения. Вот смотрите, 15-24 года, вот группа возрастная, вот это по полтысячи больных обследовали. Если более 160 мг на децилитр, то видите, в 15 лет уже атеросклероз. Мы когда-то детей обследовали, грудничков в институте педиатрии. Так у них тоже, вот у этих маленьких деток, которые умерли от разных инфекционных заболеваний, уже были атеросклеротические липидные бляшки. Вот 25-34 года, это уже цветущий процесс. То есть, даже если нет 160 мг, а если больше 160, то смотрите, это уже атеросклероз яркий. Это тоже показывает, что это достаточно молодая болезнь, но она всегда была такой. Теперь, что касается статистики, с чем мы боремся. В 2018 году опубликовали достаточно фундаментальный труд. Это отчет статистический по европейским заболеваниям атеросклерозом. Данные за 2017 год опубликованы в 2018. Но на Западе они любят привязывать состояние здоровья к уровню доходов. Вот уровень доходов, причем это 56 стран. Дело в том, что Евросоюз, там стран в два раза меньше, но в Европейскую ассоциацию кардиологов входит больше стран, нежели в Евросоюзе есть. Тот же там вот Египет, входит Марокко, Узбекистан. Когда-то их приняли, и так оно и остается. Поэтому 56 стран там насчитывается. И вот эта красная стрелочка, видите, это четвертый снизу уровень доходов. Если присмотреться, там обозначена Украина. Мы на четвертом месте снизу по доходам. И действительно, это так и совпадает с уровнем состояния здоровья, с показателями смертности. Среди этих стран Украина занимает первое место. То есть это совпадает с уровнем доходов, потому что по вертикали этого дохода тут значится в долларах. Так что все правильно. Чем больше люди зарабатывают, тем больше они заботятся о своем здоровье, тем больше тратят на улучшение этого самого здоровья. Ну и вот такие позорные слова. Я впервые почитал в таких статистических справочниках. Нет объяснения для показателей смертности украинских мужчин и женщин. Они в 14, а то и в 23 раза больше, чем во Франции. С чем мы боремся? Что мы лечим? Откуда берется? В 23 раза больше. Мы что, потомки марсиан какие-то, которым на Днепре понравилось жить? Что ж такое? Где вот эта генетика, которая дала вот такое повышение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ну естественно, я уже обращаюсь к коллегам, кто виноват в этих цифрах. Часто говорят статистики, Мездрав, ничего подобного. Это мы с вами. Мы с вами рисуем вот эти диагнозы. Легче всего поставить бабушке ишемическую болезнь сердца, что-то дать, и она идёт домой, потом она умирает от чего-то, от чего угодно. Но на первом месте у неё стоит уже ишемическая болезнь сердца. Уже это у неё есть. И причины смерти, там значится как раз ишемическая болезнь сердца. Вот статистика. Мы сами должны как-то на себя обратить внимание, а потом оперируют этими фактами наши представители правительства иностранные. Вот, мол, такая высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и надо с этим бороться. Я не против, что бороться. Просто пока у наших представителей правительства, хотя они так быстро меняются, они не успевают въехать в тему. Вот эти цифры я уже показывал лет 10, но пока не доходит. Или просто не успевают отреагировать. Пока у них будет вот такое представление, скажем, об инфаркте. Вот, помните, инфаркт Микарда, вот такой рубец. Так вот, примерно, так вот и будет иногда с некоторыми представителями правительства. Вот как-то так и приходится разговаривать. Продолжительная терапия больных после инфаркта Микарда, я уже не говорю об остром периоде в первые дни. Значит, за 2017 год. Вот гайдлайны, наставления европейские. Видите, самый большой блок вмешательства, это контроль факторов риска. Потому что без этого никакое лечение дальше не будет эффективным. Пока мы не скорректируем артериальное давление, сахар в крови, диету, физическую активность, алкоголь, там, в разумных каких-то нормах, понимание необходимости лечения и так далее. А далее уже идут медикаментозные вмешательства. Я не буду останавливаться на всех этих вмешательствах, я остановлюсь на некоторых из них. на самых таких позициях, которые могут спасти жизнь. И они доказали уже свою такую эффективность много лет назад в мультицентровых исследованиях. Итак, лепидснижающие препараты. Мне нравится вот этот трайл. Значит, проводили Айвус, это внутрисосудистый ультразвук, и смотрели они срезы атеросклеротических бляшек. Вот инфаркт миокарда. Проводили стентирование инфаркт зависимой артерии, делали там Айвус, и также Айвус делали в других артериях, где не было инфаркта, но также был атеросклероз. И через 13 месяцев проводили еще раз это исследование. То есть, год пациент потреблял розовый астатин. Я не знаю, как они уговаривали больного катетеризироваться через год. Это же инвазивная процедура. Ну, не знаю. Но вот что они получили у больных, которые принимали за истекший период розовый астатин в максимальных дозах. Вот смотрите, там был регресс атеросклеротической бляшки вот до приема розового астатина. Какое свободное отверстие и бляшка. А вот через год после приема. А вот это больные, которые тоже принимали астатин, но они прописывались докторами, или они сами это себе назначали в разных дозировках разные астатины. Вот тут наблюдается прогрессия. Тут отверстие мы видим уменьшилось, а липидная бляшка, ее толщина увеличилась. И мы видим тут разными цветами обозначены такие вот пятна. Это разные клетки. Красные это воспалительные клетки, от которых, в общем-то, весь вред. И сделали такое заключение. Статины астатины ассоциируются с замедленным прогрессированием коронарного атеросклероза. Вот в газетах, на телевидении часто идет реклама всякая. То, что я называю травы придорожной. И есть такой термин чистка сосудов, чистка печени. Я этого тела петь не могу, честно говоря, потому что не бывает такого. Но замедление прогрессирования коронарного атеросклероза с помощью статинов. Это вот были первые препараты, которые доказали, что это возможно. Но вот это практически является той чисткой, о которой я сказал, которую я терпеть не могу. Увеличение кальцификации бляшки. В эпидемиологическом плане это плохо. Но тогда, значит, есть атеросклероз у этих людей. В индивидуальном плане это хорошо, потому что кальцификация означает, что есть механизм заживления этой бляшки, которая вскрылась и, возможно, привела к инфаркту. А может и нет, но она кальцифицируется, это механизм ее заживления. Индивидуально это хорошо. Ну и уменьшение инстабильности бляшки. Но статины не помогают при стенозах высокой градации. Если 95% сужение сосуда, то это уже дело хирурга, это уже не дело статины. В 2016 году группа авторов из разных городов, таких как Оксфорд, Кембридж, Балтимор провели очень большой анализ тех существующих работ, других, и пришли к выводу в 2016 году вот к такому. Снижение липопротеидов низкой плотности на 2 мг до 77 мг с помощью бюджетных статинов, например, 40 мг атровостатина в день стоит примерно 2 фунта в месяц. Но это то, что и мы можем потянуть в финансовом плане. На протяжении 5 лет у 10 тысяч пациентов предупреждает развитие больших коронарных событий у тысячи больных. Видите, какой выигрыш на фоне приема статинов. И доказано, кстати, что статины уменьшают атеросклеротическую бляшку. Видите, какой выигрыш на фоне приема статинов. И, кстати, доказано, что статины уменьшают атеросклеротическую бляшку. И, несмотря на какие-то побочные эффекты, которые не смертельны, Рабдомиолис, ну, он может привести к смерти, но он наблюдается у 1 на 2 миллиона больных, которые принимают статины. Это нормативы по разным годам, уровень, до которого надо снижать глипопротеиды низкой плотности. Вот с 2001 года по 2011 видите, 1,8 70 миллиграмм на децилитр в разных рекомендациях разных стран. Тут и Канада, и европейские страны, Англия, Штаты. Но в прошлом году приняли рекомендации Европейской Ассоциации Атеросклероза. И тут очень хорошая табличка, я и своим сказал, что проспечатали и носили в кармане, и вам рекомендую. это уровень риска, который определяется по этим критериям, и уровень липопротеида в низкой плотности, до которого надо снижать при вот таком риске. вот тут 1,4, видите, а уже 55 миллиграмм на децилитр, соответственно. Чем можно снижать? Ну, вот там перечислены препараты, которые на соответствующий процент снижают. От 30 до 85 процентов может быть снижение за счет статинов, интенсивных статинов, плюс азотимиб, плюс PCSK9, ингибиторы, ну вот, плюс тяжелая артерия, это комбинация всего этого вместе. Не надо бояться переборщить, так сказать, меру в плане снижения липопротеидов. Ну, что такое нормальный уровень липопротеидов? Мы все рождаемся с уровнем липопротеинов 1,2, то есть 46 миллиграмм на децилитр. И нормально растем, развиваемся, хотя потребность в липидах в этом возрасте очень большая. В прошлом году на Европейском Конгрессе впервые были предложены первые статины парентеральные, внутривенные. Проводился эксперимент на свинках и это был препарат атеровостатин. И вот сравниваю через 42 дня рубцы. Вот это контроль, это атеровостатин, который давали в таблеточках после инфаркта, а это атеровостатин, который давали в процессе формирования инфаркта миокарда. Видите, какая разница? И авторы считают, что это будущее экстренной медицины, вот это внутривенные статины. Я еще лет 10 тому назад одной фирме это рассказывал, предлагал, и химики сказали, что это невозможно. Оказывается, возможно, так что они мне должны. Вот препараты, которые вошли за последние годы в арсенал лепид снижающей терапии. Это ингибиторы PCSK9. Это ферменты, это фермент, который блокирует рецепторы в печени, которые захватывают липопротеины низкой плотности. Если заблокировать этот фермент, то откроются эти рецепторы и будут лучше из крови вытягивать липопротеиды. Это началось давно на экспериментальных данных, но клинических не было доказательств. Вот Фурье представил первые клинические доказательства и вот это большие кардиальные эпизоды плацебо и эволукумаб, которые использовали в этом исследовании. Он дал вот такой результат. Колоссальное значение АП, то есть снижение на 15% в плане эпизодов. Причем снижение было до 30 мг на децилитр в среднем и никаких серьезных осложнений не отмечалось. А вот еще исследование Одиссеи. Тут аппарат был Алирагумаб. Они сначала были конкурентами, а теперь они дружно вместе снизили цены синхронно до одной и той же цены на эти препараты. Это то же самое. Это для пациентов после перенесенного острого коронарного синдрома вы видите как достоверно снижаются липопротеины низкой плотности. Плацебо это те пациенты которые тоже принимали эстетина. А Алирагумаб это эстетина и Алирагумаб. И в чем еще преимущество этих препаратов? Они инъекционные. Раз в месяц укололся и забылся как говорится. И не надо каждый день глотать таблеточки. Но это моноклональные антитела и с ценой еще надо работать потому что даже сниженная цена это все равно 500 долларов в год. Но уже не так было 2-2,5 тысячи когда-то но все же. Вот эта группа препаратов видите как она снижает на 56% вернее у 56% больных она снижает липопротеиды низкой плотности это составляет менее 50 мг на децилитр это те данные которые докладывались на европейском конгрессе. Вот Орион-11 инклизеран это следующий шаг если можно заблокировать этот фермент ПССК-9 то подумали а почему нельзя заблокировать его синтез и инклизеран блокирует синтез этого фермента и тоже приводит к снижению липопротеинов и видите как и ПССК и сам фермент исчезают практически то есть это еще один препарат будущего с ценой пока тоже неизвестно потому что это тоже современная технология уже в этом году мы имеем консенсус атеросклеротической ассоциации полибопротеидам низкой плотности и вот они пришли к выводу правда вот консенсус рассматривал в основном на уровне теоретика в генетике были патофизиологи немножко терапевтов тоже было но до 40 мг это меньше 1 мм это хорошо достигается этот уровень либо высокий уровень высокоинтенсивной статинов или статины с азотимибом или втроем и блокаторы PSSK9 но всегда есть какое-то несовпадение 2 недели тому назад приняли рекомендации европейские по инфаркту миокарда без элевации сегмента СТ и вот тут 1,4 мы видим миллимоль меньше 55 рекомендуется уже меньше одного но так всегда и у американцев не так как в Европе но надо ориентироваться на что-то среднее но это в наших условиях приблизительно то что надо тут есть алгоритм через 4-6 недель если не снижается то надо добавлять следующий препарат ну и с оглядкой на ковид уже посмотрели как статинотерапия но это сейчас популярный препарат много же пожилых людей так вот как эти препараты влияют не на сам вирус а на течение заболевания пневмонии и вот рекомендуется значит это протекция легких которые происходят за счет статинов так вот вроде как она поможет в этом состоянии и в Массачусетсе уже посмотрели на то как это влияет на ковидную пневмонию и оказалось что хорошо влияет и вот это статино вот это как раз те механизмы которые могут на это влиять это противовоспалительная иммуномоделирующая эндотелиальная функция даже антитромботическая может быть и вот в Массачусетсе и в других штатах Америки статино уже на сегодня вводится в протокол лечения ну и последний блок раньше это называлось метаболические препараты но это не совсем так Тиворел это комбинация л-ргинина и л-карнитина показали значит ишемическая болезнь острый инфаркт миокарда это показания состояния после перенесенного инфаркта миокарда и стенокардия препарат уникален такой комбинации нет я посмотрел на эффективность в зарубежных работах отдельных препаратов которые входят в состав Тиворел эффективность есть это антиоригинальная эффективность самого Тиворел вот я нашел работу видите клиника Майо но выше только бог кардиологии и там показали что алл-ргинин уменьшает симптомы стенокардии уменьшает артериальное давление и внизу еще написано улучшает эрактильную дисфункцию вернее не улучшает а уменьшает эрактильную дисфункцию но так вообщем во всех смыслах есть преимущества а вот Трайл в котором показаны эффективность Тиворел на энергинин но на разные показатели там липопротеин глюкоза цирреактивный протеин на 25% кстати снижается он это основной показатель воспаления и прогрессирования атеросклероза и опять-таки вот Ланцет опубликовал кое-что о ковиде 20-й год апрель месяц но это правда касается SARS-CoV-2 еще предыдущего но тоже они это изучали в 19-м еще не успели но тем не менее они обнаружили положительное воздействие на течение пневмонии при использовании этого препарата эффективность карнитина тоже повышается фракция выброса уменьшается зона некроза клиника сердечной недостаточности это все доказано а вот это вот не антиаритмический препарат но на 65% уменьшает частоту аритмии вот все показано и доказано далее карнитин уменьшает частоту аритмии и размер инфаркта миокарда при экспериментальном инфаркте миокарда в эксперименте вот желудочковые экстрасистолы это в клинике тетивороли уменьшается ремодулирование левого желудочка на 16% происходит вот опять COVID-19 уменьшается проявление цитокинового шторма вот это тоже было получено еще на SARS-CoV-2 но механизм один и тот же то есть вот такое ну мы у себя тоже изучали препарат теворолы тоже отмечаем что важно это то что он снижает уровень креатинина практически если всем больным сделать коронарографию и контраст индуцированную нефропатию так вот эта защита как раз происходит благодаря тому препарату и это выглядит очень убедительно показатели внутрисердечной гемодинамики КСО фракция выброса растет лучше чем у контроля КСО и КДО уменьшаются лучше чем у контроля пороговая мощность в процессе реабилитации улучшается повышается на большие показатели среди тех кто принимал ТВРЛ и компьютерная томография через год у тех же больных которые принимали ТВРЛ в остром периоде показывает у 60% стабилизацию мы не можем сказать действительно что полученный в остром периоде препарат вот так через год оставляет после себя следы но вот эти больные получали ТВРЛ в отличие от тех кто не получал и Лодиксем вот еще той же фирмы кардиопротектор с эффектом дневного транквилизатора психические расстройства у больных тех кто работает с инфарктниками знают что такое напряжение в результате информации о инфаркте в 3 раза возрастает риск смерти в 4 раза после инфаркта миокарда опять же есть доказательная база инфаркта 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 инфарктирует перекисное окисление липидов снижает частоту сердечно-сосудистых осложнений повторных госпитализаций и другие эффекты вот тоже мы используем Лодиксем у себя для улучшения психологического состояния пациентов это доказано по эффективности и при комплексном лечении может использоваться можно использовать при стабильности на кардии артериальной гипертензии сердечной недостаточности и при остром коронарном синдроме девиз ОСБЛ в прошлом году хорошее лекарство не помогает тем кто их не принимает поэтому задача лечащего врача это пояснить больному что надо лечиться вообще а не надеяться на что-то такое я благодарю вас за внимание берегите себя и пользуйтесь вот такими защитными бутылочками 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 бутылочки